Всем привет! Мы в машине времени, а значит впереди путешествие по историческим событиям этого дня. Какие тайны хранит 29 июля? Узнаем прямо сейчас. Кто красит губы, тот нам не друг. Разве что за исключением клоунов или группы КИС. А вот у женщин сегодня праздник, и это международный день губной помады. Думаю, многие слышали, что за жизнь женщина в среднем съедает 4,5 килограмма помады. Неудивительно, ведь это едва ли не самая популярная косметика в мире. Так или иначе, красить губы начали в древнем Вавилоне. Делали это порошком из цветных камешков, в составе которого были йод и бром. В древней Греции помадой пользовались только представители древнейшей профессии. Так их можно было отличить от приличных дам. Но в моду эта косметика вошла только в 16 веке, благодаря королеве Елизавете I, которая популяризировала красные губы. Кстати, в средние века помада была под строжайшим запретом. Нарушители имели все шансы познакомиться с инквизицией и закончить жизнь на костре. В этот день, 328 лет назад, русскими войсками была взята турецкая крепость Азов. Это был третий по счету военный конфликт между государствами. И первый, в котором Россия показала значительные успехи в сражениях на воде. К весне 1696 года было закончено строительство флота. В апреле 75-тысячное войско под командованием Алексея Шейна двинулось на судах по рекам Воронеж и Дон, а также сушей к Азову. В начале мая отплыла галерная флотилия во главе с Петром I. После этого русский флот вышел в море и блокировал Азов. Вскоре против Устья Дона появился турецкий флот. Однако, потеряв два корабля, османы ушли в море. 27 июля после бомбардировки суши и моря настал решающий момент осады города. Запорожские и донские казаки после шестичасового сражения захватили крепость. Азов капитулировал. По итогу договора турецкому гарнизону с женщинами и детьми предоставили возможность уплыть до морского устья и забрать с собой все, что можно увезти, кроме военной казны. 29 июля 1936 года на водную гладь бухты Нагаева сел гидросамолет героя Советского Союза Василия Молокова. Он был одним из первых, кто удостоился этого высшего звания. Более того, он смог дослужиться до генерал-майора авиации. Также Молоков принимал участие в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин». В Магадан вместе с ним прилетело еще несколько человек, которые осмотрели строящийся город. Они побывали в парке культуры и отдыха, в совхозе Дугча и в пионерском лагере. Свой кругосветный арктический перелет по Великому Северному Воздушному Пути летчик начал 22 июля. За 200 часов летного времени Василий Молоков преодолел более 30 тысяч километров. И, наконец, сегодня отмечаю День Куриных Крылышек. Родиной праздника является США. Наряду с гамбургерами это самое популярное блюдо американцев. Не знаю, кто посчитал, но они съедают в год 28 миллиардов крылышек. Из них почти полтора миллиарда – выходные, когда проходит телевизионная трансляция Суперболла – финала в американском футболе. Кстати, если выложить в длину куриные крылья, съедаемые ежегодно, то они окружат всю нашу планету не одним, а двумя кольцами. А еще в этот день в Вашингтоне проходит суперспринт. За пять минут надо съесть максимальное количество куриных крыльев. Этот конкурс считается довольно опасным. Можно легко подавиться костью. Поэтому перед началом участники подписывают специальную бумагу, что они не имеют претензий к организаторам. Мировой рекорд был установлен в 2018 году и до сих пор не побит. Молли Шулер из Небраски за полчаса съела 501 куриное крыло. За это она получила 5000 долларов и новый автомобиль. Кстати, весит рекордсменка 57 килограммов. У меня на этом все. Тебе хорошего дня, ну а мы встретимся в машине времени.